здравствуйте сегодняшнем выпуске новостей зарубежной недвижимости от приан о запретах в грузии ожидания в турции возможностях в испании но уже не первый раз за последний месяц главные новости с кипра в начале мая там вступили в силу новые правила постоянного вида на жительство инвесторам из-за пределов евросоюза условия в целом ужесточились но что было еще хуже многие нюансы связанные с проверкой заявителя оставались неясными и это вызывало беспокойство в том числе у тех кто уже имеет пмж но вот 17 апреля министерство внутренних дел острова выпустила разъяснения не скажу что теперь сняты все вопросы и опасения но многие наверняка пожалуй главное это то что касается ежегодных проверок дохода заявителя в изначальной публикации мы видели требование подтверждать минимальный доход в размере 50 тысяч на основного инвестора 15 тысяч на жену и по 10 тысяч на каждого ребенка каждый год это требование отменено то есть вам нужно будет подтвердить минимальный доход один раз когда вы подаете на программу в изначальной версии прописывалось что этот доход может подтверждаться только налоговыми декларациями сейчас опубликованы пояснения что это могут быть как налоговые декларации так и верифицированный документ от квалифицированного аудитора или бухгалтера то что в английском языке называется чат и аккаунтент обладатель пмж по-прежнему должен будет подтверждать наличие недвижимости в собственности но это условие выполнить относительно нетрудно представив например документ из земельного управления показывать кипрским властям свежую справку о несудимости нужно будет не каждый год а один раз в три года и это по большому счету тоже невеликий труд наконец важное уточнение касается процедуры покупки недвижимости что имеем в итоге по сравнению скажем с началом апреля проще не стало в программу например все таки нельзя включать родителей заявителей его супруги но самые серьезные опасения инвесторов власти кипра так или иначе постарались снять насколько у них это получилось посмотрим короткая новость из грузии здесь в парламент поступил законопроект запрещающий гражданам россии покупать недвижимость по крайней мере до конца 2024 года озвученная причина рост числа сделок и это приводит к удорожанию жилья но вопрос это конечно не столько экономический в конце концов не так уж и резво растут цены в грузии а политический именно поэтому комментировать и тут особо нечего если запрет случится внимание россиян переключиться на другие страны если не случится говорить просто не о чем оппозиция в парламенте в меньшинстве поэтому кажется что запрета вроде как не будет но как я уже сказал вопрос это политический а предсказывать политику хуже чем курс безвестных криптовалют поэтому ограничимся фактами законопроект внесен а когда его будут рассматривать и будут ли вообще непонятно переживать сейчас точно не стоит а турция вновь замерла в ожидании теперь до конца мая верным оказался прогноз о втором туре президентских выборов невозможно точно оценить долю тех кто в ожидании их исхода не ставить финальную точку и в своей сделке с недвижимостью но кажется таких немало причем возможно людям не столь важно кто в итоге победит причем это верно не только в отношении иностранцев давайте в цифрах продажи недвижимости в стране в апреле сократились на 19 процентов по сравнению с мартом хотя и превысили показатели трагического февраля более значительно падение по сравнению с апрелем 2022 года тут уже более чем на треть но доля внутренних сделок растет в апреле иностранцев осталось всего три процента от общего числа покупателей вот какие сделки действительно сократились в течение марта на четверть до двух с половиной тысяч единиц год назад в апреле иностранцы купили почти шесть с половиной тысяч объектов падения в 60 процентов впрочем неопределенность отпугивает не всех менее всего граждан россии ирана украины российских покупателей в турции вообще треть от общего числа иностранцев за нами в апреле более 800 сделок если и дальше пойдем такими темпами то в пересчете на год получится около десяти тысяч объектов а это в два раза больше чем скажем в 2021 году завершая тему мне кажется сейчас можно говорить о сжатой пружине спроса и ждать когда она разожмется осталось не так уж и долго заключение в несколько слов об испании в прошлом выпуске мы затронули тему золотых виз и получили вопросы от наших зрителей по текущему открытию счетов ведь для того чтобы претендовать на внж счет желательно иметь может ли открыть его в испанском банке в данный момент россиянин задача непростая но по данным от наших партнеров два банка более-менее стабильно счета открывают под покупку жилья правда приходится обращаться в разные отделения иногда приходится отправляться в другой город или даже в провинцию у граждан имеющих кроме российского гражданства гражданство какой-либо другой страны никаких трудностей нет одновременно банки предъявляют дополнительные финансовые требования клиентам еще один важный момент по информации от наших партнеров середины апреля в испанских банках вступил в силу новый регламент раньше на счету россиянина не являющегося резидентом испании единовременно не могло находиться более 100 тысяч евро сейчас некоторые банки от ограничения ужесточили теперь на счету за всю его историю но очевидно берется период как раз середины апреля в сумме не может быть больше ста тысяч то есть схема оплаты в рассрочку перевел деньги на свой счет в испанию затем перевел их продавцу а потом вновь пополнил свой счет теперь не работает решением для тех кто собрался приобретать недвижимость под золотую визу может быть перевод суммы непосредственно продавцу со счетом вне россии например из казахстана грузии или армении но оставь резидентом вообще имея тот или иной тип внж ты легко решаешь проблему в заключении два слова о таиланде ближайший вторник приглашаем вас на очередной вебинар от прям вместе с экспертами интермарк real estate рассмотрим инвестиционные кейсы самой популярной страны юго-восточной азии ссылка для участия в вебинаре в описании ну и до скорой встречи всем мира и безопасности